У вас, уважаемые друзья, это ваш второй прогноз на зелёной книге. Эта карта была на дне колоды, и я сделала из неё заставку на этот прогноз. И на этой карте вы видите старшаркан Луна, который отвечает за личную жизнь человека. Так что здесь можно будет узнать вашу личную жизнь. Вы можете узнать, что такого есть в вашей жизни тайного, что станет явным. То есть Луна — это знак перемен. В вашей жизни будут перемены, а также то, чего ещё не видно, прояснится. Вот эта карта — символ того бессознательного, который управляет вашей жизнью. Там могут быть страхи, там могут быть надежды, там могут быть мечты. Любая идея становится реальностью. Луна символизирует идею и реальность, то, что будет видно в картах. Я буду для вас работать на колоде «Спросите у ваших проводников». Это колода тотемных животных, которая открывает энергетики Земли, которые будут вам помогать в ближайшем будущем. Вы загадываете свои временные сроки. Здесь вот эта колода, она называется «Мой личный авторский свободный перевод. Повседневное волшебство». А также наш любимый Ленорман, куда без него. Все эти три колоды на волшебной книге. Это моя рубрика «Предсказания на зелёной книге». Откроют ваше будущее. Итак, о чём вам нужно знать прямо сейчас? К чему вас готовят высшие силы? Я начну с колоды Таро, с вашего позволения, ежедневное волшебство. Рада очень с вами, дружи, и подписывайтесь на эти видео. То есть вы подписываетесь не на меня и не на канал, а на помощь моих карт. А я начинаю. Подсниму, потому что делаю предсказания для вас. И что нам скажет зелёная книга? «Какие чудеса откроет именно для вас того человека, который в данный момент смотрит это видео, смотрит это мистическое волшебное откровение именно для вас». Эти две карты. Открываем их. Это старший аркан. Старший аркан «Мир». Старший аркан «Мир» говорит, что какой-то период в вашей жизни закончился и какой-то период начинается. А также ещё один старший аркан «Башня». Башня открывает очень чётко и понятно для всех, что сейчас в вашей жизни заканчивается. Во-первых, период «Мир» показывает, что это заканчивается. Это последний аркан. Второй, двадцать первый аркан. Говорит, что заканчивается безденежье. Башня показывает безденежье, разруху в какой-то семье вашей, может быть, в семье вашего близкого человека или в вашей семье. Какое-то отчаяние, обиду, какую-то боль. Это всё заканчивается. В вашей жизни сейчас заканчивается трудный период. Это показали две этих карты. И начинается новый период. Какой период начинается в вашей жизни, покажут две карты, которые я сейчас для вас, уважаемые друзья, возьму. Итак, карта «Раз» и карта «Два». Эти две карты покажут тот период, который сейчас начинается в вашей жизни. Просмотрим, пожалуйста. Эта карта говорит, что теперь вы пробуждаетесь от какого-то сна, где вы чувствовали такую боль, такой страх, что вам казалось, что жизнь идёт мимо вас, как будто кино прокручивается, и вы остаётесь позади кадра. Вот такое отчаяние заканчивается. Начинается новый период в жизни. Видите, Луна опять светит. Луна вам освещает вашу личную дорогу, личную дорогу судьбы. И вы стоите сейчас у порога событий, где вы победите внутреннего дракона. Но этот дракон может быть просто ваш родной человек, который может иметь какие-то вредные привычки, такие как алкоголь, варкоголизм, любые вредные привычки, которые мешают спокойным отношениям между вами. То есть вы победите этого дракона. Вот какая нить теперь открывается в этом раскладе. Вы победите дракона, который разъединяет, может быть, вас и ваших близких, или же вашего личного внутреннего дракона. Это рыцарь, это именно тот воин, воин самого Творца. Может быть, это ваш ангел, хранитель, который сейчас вам помогает победить трудности в вашей жизни или финансовой, или личной трудности. А также рыцарь — это какие-то хорошие новости, которые к вам идут сейчас через эти карты. Рыцарь Жазлов — это новости о том, что вы восстановите свои силы, что вы восстановите свой финансовый поток, что вы восстановите любовь и радость между вами и вашими любимыми людьми. Наконец, заканчивается период тяжёлого восприятия жизни. Может быть, кризис мировой повлиял, может быть, вот все эти сейчас перетрубации, которые происходят в мире, такие довольно напряжённые, всем тяжело сейчас. И на вас это тоже, конечно, очень сильно отразилось. Здесь это явилось вот таким «contributor», то есть это прибавило в состояние замкнутого круга, в котором вы себя нашли. Об этом говорит карта башни. Но карта мир открывает мир и говорит, что да, башня разбила все те предрассудки, которые, может быть, были между вами, может быть, бывали треугольники с кем-то или работали на работе, которая или не приносила денег, или вы её просто не могли выдержать, эту работу, она у вас отнимала энергию. И карта мир говорит, что сейчас откроется мир для вас, откроются новые возможности. И для этих новых возможностей Творец Высшей Силы даст вам вот этого Рыцаря Жезлов, то есть даст вам новую энергию, созидательную энергию, которая откроет вам идеи. Как говорится, идеи творят реальность. Это действительно. Любая реальность приходит нам вначале, как идея. И Рыцарь Жезлов говорит, что новые идеи, новые возможности как в работе, так и в личной жизни у вас появятся. И если вы жили тяжело, с трудом, выдерживая каждый день, вот это падает, эта башня разрушается, эта тяжесть, которая была на душе, и открывается какая-то дорога, и это светлая дорога, освещенная вашим внутренним светом, помощником ангелов, а также людьми, которые сейчас вам хотят помочь восстановить ваши финансы, восстановить вашу личную жизнь. Есть такие люди, это может быть для кого-то, это и мужчина, ведь Рыцарь — это мужчина, который вам поможет. Четвёрка Меча говорит, что вы пробуждаетесь, как ото сна, и в этом сне были страшные кошмары. Этот сон был, какой-то переход между реальностью и сном, где стёрлась эта грань между тем, что происходит, и между тем, что вам навязано, выдумано, вымышлено людьми, которые вам никогда в жизни не желали никакого счастья. Теперь эти люди уходят на второй план. И всё, что они пытались сделать вам, всё это не получилось. У них вот этот замысел враждебный, он развалился, он распался, как эта башня, потому что перед вами открывается новый мир, где нет места этим людям. Такой сегодня поток идёт, я сама свой голос не узнаю. Наверное, девочки тоже думаете, что за голос. Такой идёт поток. Каждый день другой поток. Я ещё возьму одну карту совета, и, может быть, перейдём к картам Ленарман. Карта Justice — это карта справедливости. Посмотрите, вы взвешиваете белое и чёрное, вы читаете книгу законов, законов общечеловеческих, законов морали, законов любви, законы вообще бытия. Вы читаете вот этот Genesis, законы бытия в этой книге, и вы понимаете, что чёрное, что белое в вашей жизни. И вы знаете, что вы должны жить по своим правилам, по своим законам, внутреннее ваше понимание жизни. И никто не имеет права вам диктовать и указывать на то, что в вас не так. Может быть, ваш родитель или ваш супруг, или ваш знакомый мужчина когда-то вам говорил, что вы сделаны как-то не так, из неправильных ингредиентов. И теперь вы понимаете, вы завязали себе глаза, на вот этот чужой взгляд на вас, и понимаете, что это вам не помогло до сих пор. Это просто разрушило ваше самоуважение. И это карта Justice или справедливость номер 11, фантастический номер, мастер номер, ключ. Ключ к пониманию жизни состоит в том, что теперь вы точно знаете, куда вам идти и что вам делать, и чем вам заниматься, с кем любить, кого дружить. Об этом карта Justice. Расклад небольшой. И первая карта Луна, которая сама была на дне колоды, когда я начинал расклад, и из этой карты сделана заставка на расклад. А также мы смотрим два, три, четыре. Четыре старших аркана из практически расклада, из пяти-шести карт. Это говорит о том, что расклад даёт вам такие дельные советы, что вы не услышите ни от какого пророка, ни от какого консультанта, ни от кого, потому что здесь нет предвзято. Вот нужно понимать, что кто-то, кто ругает общие расклады, не понимает, что именно в них скрыта самая настоящая правда, поскольку они предвзято. Никем не оплачено. Как бы свободный голос, никем не оплаченный голос. И мы знаем, что если это оплачено каким-то правительством, какой-то организацией, в этом уже нет правды. А именно общие расклады, по моему методу, они никем не оплачены. То есть они свободны, они говорят чистую правду. И чистая правда заключается в том, что у вас есть своя правда относительно этого человека, о котором вы сейчас подумали. Это может быть мужчина в вашей жизни или ваш работодатель-начальник. У вас есть своё понятие, что это за люди, и вы решаете, как вам поступать по отношению этих людей. Никто вам не указ. Карта справедливости говорит, что у вас есть это право, чисто человеческое. И здесь вышла пятёрка жезла, и здесь варится какое-то зелье жизни. Это ваши, может быть, помощники, это могут быть ваши ангелы, это может быть группа поддержки вашей, либо на работе, если вас работа сейчас волнует. Там есть группа поддержки, либо это ваша семья, часть вашей семьи, где вами люди восхищаются, вас любят, о вас заботятся и хотят вам добра. Это та группа поддержки, где вы чувствуете себя спокойно и свободно выражать свою мысль, зная о том, что вас никто не осудит, никто не будет сплетничать за вашей спиной, никто никакую информацию потом не использует против вас. Такая группа поддержки — это большое счастье. И если у вас такой группы поддержки пока нет, таких любимых людей, они вот-вот скоро возникнут в вашей жизни и поменяют вашу жизнь к лучшему. Потому что жезлы — это энергия, это то, что человеку надо, энергия для жизни. Та энергия, из которой состоят идеи. И из этих идей потом творится ваша новая реальность. Восстанавливается нарушенный гомеостаз, может быть, по этой карте. Восстанавливается ваше здоровье, усиливается иммунитет. И мозг вырабатывает нужные гормоны для счастья. Не знаю, как они там называются. Я не очень учёный человек, допамины, и ещё, может, как-то. Да? Вот именно эти гормоны вырабатываются, которые дают вам счастье. Какие-то специальные ферменты для прекрасного пищеварения, для улучшения здоровья. И вы уходите. И вот этот плен, башня — это плен, в который вы как будто бы словлены были. Вы были в плену. Ваши мысли захватили ваши враги. Люди, которые навязывали вам своё мнение. Из-за этих людей, из-за этих врагов могут быть даже домашние. Вот этот феномен самостоятельного сознания вы приобретаете, потому что люди, с которыми вы отныне и всегда будете общаться, это группа поддержки. Это люди, которые вас поддерживают, которые являются, как земля для растения, поддерживающей среду. Это необходимо знать. И все болезни, которые могли быть результатом ложного мышления, навязанного вам мышления, они отступают навсегда, потому что это даже лекарство от всех болезней. Это ваше личное лекарство. У вас есть внутренний доктор, который здесь через эту карту проявляется. И вы становитесь свободны. И ваша жизнь наполняется смыслом. И эта карта «Пятёрка Жезлов» говорит, что результат всегда будет таким в вашей жизни, каким были ваши действия. Вернитесь к тем действиям, которые вам на пользу. Это здоровый образ жизни, может быть, не общаться с врагами, недоброжелателями, может быть, не позволять мужчине вами управлять и использовать вас как марионетку. Это для кого-то нужно было услышать. Любое предсказание, оно как професи, оно как пророчество. Поэтому для кого-то что-то одно играет роль, для другого — другое. Но то, что каждый получит подсказку, это гарантируется. Итак, присягают карты на зелёной книге. Сейчас на зелёной книге начнут присягать карты Ленорман. И я немного отложу с вашего позволения то, что мы уже поняли из карт Таро. И открою для вас карты Ленорман. Конечно, мне нужна опять зелёная книга. Потому что именно зелёная книга открывает тайны. То, что именно сейчас вам нужно услышать. Сейчас это ваше сейчас. В тот момент, когда вы смотрите. А я карты приготовила. И мы будем искать сигнификатор, конечно, на этих картах. Это ваш портрет. Ваш духовный портрет. Ваш духовный двойник. Карта госпожи в картах Ленорман. Номер 29. Какая карта будет между? Перед вами и после вас. Перед вами брала. Перед вами досовала колоду. И посмотрите, первая карта. Карты гадают, как обычно. Как всегда здесь происходит особенная атмосфера магии. Я сама восхищаюсь, что именно вы, госпожа, так, кто смотрит, вышли первой картой. Когда такое было? Если девочки смотрят мои расклады, такого я не помню. Но были другие случаи магии, где по-другому карты себя вели и тоже волшебно, и тоже вживую. Итак, следующая карта расскажет, что именно вам сейчас нужно узнать. Вы были первая карта, которая открылась. Я обычно делаю передиагностику. То есть я ищу карту госпожи. Она иногда на самом дне колоды. И это говорит, что вы, может быть, закрыты сами для себя. Но поскольку ваша карта была в самом начале колоды, вы открыты для себя. Вы открыты для того, чтобы услышать сейчас вот это. А это ваш род. Это то, откуда вы произошли. Нужно помнить, что вы сами себя не сделали. Это многие забывают. И здесь разговор о том, что вы сами себя не сделали. Вы состоите из истории своего рода. Ваш характер, ваши черты лица прекрасные. Ваш прекрасный характер, я бы сказала, потому что изюминка именно в прекрасности вашего характера. Всё это наследие, которое вы получили. И здесь вот ваш род. Это ваши корни, это ваши родители, прародители ваши. Там были всякие люди, счастливые и несчастливые. И вот из этого всего состоит ваша история. Карта дерева — это история ваша. То, что сейчас с вами произошло, как вы сейчас себя ощущаете, это то, что отложило отпечаток исторически на вас. То есть сегодняшнее вы — это то, что с вами было до сегодняшнего дня. А вот завтрашнее вы — это совсем другой компот, как говорят. Завтрашнее вы — это то, что будет сделано из того, что вы сегодня будете делать. Это очень важный концепт. И карта дерева открыла этот концепт, и карта якорь сама перевернулась. Вы видели, да, перед вами. Карта якорь говорит о том, что стабильно, стабильно всё будет дома, здоровье стабильное, крепкое здоровье, всё у вас будет хорошо. Стабильность в вашем ощущении себя, семья, карта дерева — это семья, дети, родители. Там будет ощущение стабильности. Если до сих пор его не было, так вот именно сейчас вам нужно узнать о том, что вас ожидает стабильность и счастье. Ещё раз выходит карта Луна, и она уже выходила на самом-самом начале, когда я, повторяю, что когда готовилась к раскладу, вынула карты из своей коробочки, именно карты Таро. И на дне колоды была карта Луна, из которой я сделала заставку этого видео. И здесь вы видите, что Луна вышла опять. Не случайно Луна выходит дважды, потому что Таро или Норман очень мало соприкасаются. Но карта Луна, карта Солнца есть в этом, звезда, то есть светила, карты светил есть в обоих колодах или в обеих. Не знаю, как правильно сказать, но не в этом суть. Карта Луна говорит, что всё тайное станет явным, что проявится ваша жизнь в новом ключе. Карта Луна говорит о тех талантах, которые вы унаследовали от своих прародителей. Дерево прародителей, а Луна таланты, переданные вам по наследству. И вы пока ещё не в курсе дела, какие-то таланты. Может быть, у вас поэтому ни на дела или нет денег достаточно для того, чтобы вы жили именно так, как вольготно, как вам бы хотелось. И это связано с тем, что до сих пор не проявились ваши таланты. А сейчас, с этого дня, вы будете получать информацию от вашего Высшего Я, во снах, от ангелов, от вашего самоощущения, куда вы хотите идти, в какой области профессии вы хотите проявляться, чтобы делать что-то с огромным удовольствием и за это получать хорошее средство. Потому что карта Якорь — это ваша профессия, это ваша профессиональная деятельность, это работа. Всегда Якорь Ленорман, она — сигнификатор работы, профессии. Но она тоже сигнификатор стабильности, конечно. Стабильные финансы, стабильная своя дорога, ведь Луна — это своя дорога. Это личная дорога каждого, а в этом случае именно ваша. Мощный расклад, девочки и мальчики. Надеюсь, мальчики тоже смотрят. То есть, что вам нужно знать именно сейчас? Именно то, что я сказала. Можно перекрутить ещё раз, послушать, потому что я делаю откровение, я не знаю, что я говорю. Мои слова не принадлежат мне, когда я карты беру в руки для вас. Но сейчас, может, перефразирую по-другому, ещё попытаюсь вынуть информацию из потока для вас. И главное, что вам нужно знать прямо сейчас, это, что меняется ваша жизнь к лучшему. Была карта мир, это карта перемен, оканчивается какой-то один цикл, начинается новый цикл вашей жизни. И этот цикл принесёт вам понимание, чего вы, именно вы для себя хотите. Ничего хочет ваш муж, любимый, родитель, особенно, или же ребёнок, или подруга, или сосед. У, соседи часто хотят чего-то от нас, правда? Чего именно вы хотите, вы найдёте это, чего вы хотите. Здесь, может быть, обучение вам предстоит, может быть, вы будете чему-то обучаться. Карта тьмея — это карта обучения, страсти к чему-то, страсти, желания познать что-то. А я скажу, что знания за плечами не носить, и знания — это единственная инвестиция в себя, кроме еды. Потому что нам нужно то, что нам нужно в данный момент. А что такое знание? Вот могут вас всё это брать, у вас ничего никто не отберёт. Но я имею в виду, что у человека, если generally speaking, могут отобрать всё, но знания никогда не отберут. Поэтому умные родители всегда давали детям академические знания. Но не всем повезло иметь таких родителей. И где бы мы ни родились, это от нас абсолютно не зависело. Астрология вам говорит, нет, от нас это не зависело. Так что в любом случае, в любое время можно начинать обучаться, как было, как было, история ваша, это история ваша. Как говорят, проехали. И в данный момент вам советуют карты чему-то новому обучаться, чему-то, к чему вас лишит душа. Потому что луна — это душа ваша, душа человека, ваша душа. А карта змея, в данном случае, с луной, это, конечно, новые знания, которые вы будете получать касательно профессии. И вы будете любить свою профессию. и вы будете чувствовать себя защищённым, счастливым человеком. Я сейчас перефразирую, потому что любой расклад или нормальный и второй имеет миллион значений. Миллион человек будут смотреть, и миллион человек по-разному услышат это. Если вы загадали свой вопрос касательно отношений мужчины, есть ли измена, я вижу, что вы волнуетесь, есть ли измена, потому что это соотношение трёх карт может означать, есть ли измена. И я хочу сказать по карте дерева и якорь, он любит вас и предан вам. Он хочет стабильных отношений именно с вами. А также карта сердца говорит, что измены никакой карты не показывают. Если кто-то хотел узнать пророчество на эту тему, у вас всё будет хорошо, вы будете любить свою жизнь. Вы умный человек, умеющий тонко чувствовать, вы будете любить свою жизнь. Карта сердца говорит о встрече любви. О встрече страстного мужчины и змея сердца комбинация вместе с луной женская карта змея мужская карта больше. Хотя здесь изображена дама трифовая, что говорится намёк на ваши деловые качества, на ваши мужские скорее всего качества, которые вам в себе не нужно прятать. Что есть, то и хорошо у вас. Проявляйте себя в том, что есть у вас. Мы можем проявиться только в том, что нам свойственно и таким образом найти счастье. Если мы не любим то, что нам свойственно, мы начинаем выдумывать качества сами для себя, которые нам не свойственны, и это не наше проявление. Поэтому есть многие люди, которые говорят, я иду как бы будто бы не своей дорогой, я живу как бы не своей жизнью. Если это вас касается и вы спрашиваете у своей судьбы, почему у меня такое чувство, что я как будто бы иду не по своей дороге. Этот расклад говорит, что сейчас происходит трансформация вашей жизни, вы переходите от чужой дороги, на которую вам было некомфортно идти, потому что это была навязанная вам дорога, на свою дорогу. Вы получаете новое знание о профессии, вы получаете новое знание о любви с человеком, который вам еще дорог, и вы ему дороги. А для некоторых девочек вы найдете новую страсть и новую любовь. Вот это вам нужно знать. Прямо сейчас такие сведения для вас открывают эти карты замечательные. Как хорошо для вас поработал Ленорман, правда? Давайте спросим у духовных проводников, что вам скажут духовные проводники. И как здорово, что вы вышли сразу в колоде, какая магия интересная здесь происходит. я сейчас прошу у колоды духовные проводники, это тотемные проводники, какая энергия сейчас вам поможет. И касательно того вопроса, который вы задаете сами себе и своей жизни, задайте здесь вопрос своей жизни, а я вам скажу, я возьму карты, какие духовные проводники вам помогут. Давайте загадаем по знакам зодиака, почему нет, это наверное будет очень точно, наверняка. Слово наверное, слово наверняка. Итак, первая стихия это огненная стихия. Если вы относите себя таким знаком зодиака, как овен, лев и стрелец, вот какая энергия вам поможет. энергия полярного медведя, самое сильное животное в мире. Найдите свою силу, не тушуйтесь и не бойтесь своей силой. Сила у вас есть, доводите все дела до самого конца. Дело все в том, что многие люди делают все правильно, но они останавливаются на полпути. Написано, что выстраивайте границы между собой и тем, что вам нравится или не нравится, и говорите свою правду сами себе. Вы должны знать свою правду. Другие люди могут ее знать или не знать, это неважно, у других людей своя правда. Знайте свою правду и не сходите со своего пути, это для огненных знаков. Вами управляет сейчас очень мощная энергия силы, и она дает вам, отсюда вы можете черпать свою силу. А сейчас я спрошу для уважаемых слушателей, кто относит себя к знакам Зодиака Земля. Тельцы, Девы, и Козероги. Какая энергия сейчас вам помогает решить ваши жизненно важные для вас вопросы? Mountain goat — это горный козел. Вот именно энергия бесстрашия. Это сила полярная медведь, а это бесстрашие. Эта энергия — козерог тоже относится к зимным знакам, да, удивительно — спасателя. Ведь вы все знаете энергию Козерога. Энергия спасателя. Все боятся, почему-то не любят планету Сатурн, которая управляет Козерогом, но это спасатель. Потому что когда мы действуем по натуральным законам, Сатурн — покровитель натуральных законов, это спасает нас от самих себя. Потому что у нас, у многих, у самих себя есть жестокость какая-то к себе самому. И эта энергия горного козла говорит стремление к высотам. не останавливайтесь на полпути. Стремление в принципе даже тоже послание, стремление к своей высоте, взять свою высоту. И написано, что there is something out of balance in your life. Что-то не имеет баланса сейчас в вашей жизни. Это может касаться диеты, отношений, работы, чего угодно. Я знаю, что у многих нет баланса в жизни. So do whatever you need to do to correct it. И только вы можете исправить, корректировать этот дисбаланс. Может быть, дисбаланс — это чрезмерное занимание другими людьми и очень малый интерес к своей персоне. мощное, мощное. Сейчас я возьму карту для уважаемых знаков стихии воздух, близнецы, весы, подолеи. Эта карта энергии поможет вам. Это энергия тигра. Тайгер. Энергия тигра. Конечно, это смелость, конечно. Это бесстрашие. А также это тигры все из породы кошачьих, они все как акробаты, большие спортсмены. И может быть, здесь призыв больше заниматься своим телом, потому что мы все живем в голове. Сто процентов своей жизни практически современный человек очень мало живет в теле. и б с цар независимы. Вы сами себе лидер. Вам нужно поверить, что вы сами себе лидер. Прежде, чем мы станем лидер другим, а вообще нельзя быть лидером ни детям, ни партнером, нельзя быть лидером партнёром. Пужчина старался быть лидером вас, и он утопил, затоптал вашу душу. Такое может быть. Будьте лидер себе, и не бойтесь этого лидерщипа, признания себя лидером себя. Ну и здесь тоже говорится, конечно, о том, что больше движения. И ещё будет одна карта для знаков. Вода, раки, рыбы, скорпионы. Вот эта энергия поможет вам. Написано «гуз» или же «гусь». Вот эта энергия, что делают гуси? Я знаю, есть такое понятие «канадские гуси». Ну, может, они и не канадские, но у нас в Канаде их называют канадскими. То есть перелётная птица, и здесь у нас их неимоверная масса. Я за ними часто наблюдаю. Как они собираются в стаи, чтобы улететь в тёплые края, и как они репетируют, как они будут лететь весь август и сентябрь — это просто потрясающе наблюдать. То есть у них есть один разум, коллективное сознание. И вот это коллективное сознание, грегеры, понимание архетипичности всего — это же в природе мы видим через флоков гейс, или же любых птиц, их как бы содружество птиц. Это энергия интуиции, любые птицы — это интуиция. И вам водные знаки, интуицию нужно свою слушать и не думать, что это просто какой-то непонятный голос. Это голос интуиции. То есть любая идея, она будет вашей реальностью, если вы пожелаете эту идею предварить в жизни. И в этом вам поможет ваша интуиция. На карте написано «Take time to rest and recuperate rather than continuing your striving». Вот эта карта для варкоголиков. Может быть, вы водные знаки и не можете остановиться работать. компульсивность в работе, когда голова печёт, зашкаливает нервность, и вы не можете отдохнуть. Вы либо работаете на предприятии, либо для своих домашних, и вы очень такие «бэзи-боди», всё время работаете в аркоголик своеобразный. И здесь написано, что заставьте себя насильно, можно даже сказать, но иногда вот именно это и хорошо было бы для вас. Заставьте себя отдохнуть каждый день, хоть немного расслабить голову. Слушайте свой внутренний голос. И вот этот голос эгрегора гусей, как гуси, да, собираются в эти свои флоксы, я забыла их по-русски. Не стая, нет, стая волков, а стая птиц, тоже стая, да, тоже стая птиц, да. Собираются все они в стаи, и у них коллективное сознание. Соберите себя в себе же в стаю, потому что у вас есть хотя бы 7 главных архетипов. Я говорю о архетипичной астрологии, и это астрология архетипов, это часть западной астрологии, которая разбирает 7 главных планет, как ваши основные архетипы. У вас хотя бы есть 7 субличностей. Понимаете? Эти 7 субличностей помогают вам. Это как бы 7 масок, нужных вам. Это не то, что маски. Это то, чем вы становитесь. Например, там жена, мать, сотрудник и так далее. Соберите это всё воедино в один общий архетип помощи себе. Не убегайте от себя, а идите к себе для понимания себя как целостности. А это познаётся только когда мы отдыхаем, мы возвращаемся к своей целостности. Мы снимаем с себя этот архетип, которым мы занимались или на работе, или для семьи и так далее, и возвращаемся к своей целостности. Водным знаком нужно это сделать, потому что вы перерабатываетесь, ваша нервная система истощена. Вам нужно вернуться к самому себе. Я хочу сказать «Аминь». Вот почему-то именно в этом раскладе мне хочется сказать «Аминь», потому что это было пророчество настоящее. Такой поток. Он ещё идёт, но я очень просто устала, и поэтому я буду заканчивать. Я благодарю всех, кто пишет добрые слова. Это для меня нескончаемое, как бы сказать, желание вам помогать и тоже честь большая. Я чувствую ответственность огромную. И мне очень приятно, когда вы пишете добрые слова. Это очень приятно. Я знаю, что многим эти именно видео помогают. Я их моими назвать не могу. Это видео высших сил. Я просто посредник. Люблю вас всех, обожаю, желаю вам счастья. Я знаю, что мы ещё обязательно увидимся. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok